Последние звонки отзвенели и вот ответственная пора единого государственного экзамена. Первые предметы – литература и география. На экзамене уже, конечно, не до шуток, тут бы с волнением справиться. Каждый настраивается как может. Марина Штурмина сия за партой собирается с мыслями, а по пути на экзамен зарядилась любимой музыкальной композицией. Я ехала, слушала бьёнца. Девушки правят миром, поэтому настрой хороший, хочется написать хорошо. Всё, подготовка шла долго, упорно. Времени гулять практически не было в этом году. Позади упорная подготовка в течение учебного года. Экзамен, конечно, по старинке, можно считать лотереей, но если учил, сложностей быть не должно. Пушкин как написал капитанскую дочку, так она и осталась. Собственно, ничего особо не поменялось, поэтому литература в этом плане достаточно стабильный предмет. Но просто пришлось обрабатывать огромный объём материала, потому что нужно и произведение читать, и критику, и учить это всё. Но справились. На каждом из пунктов проведения экзамена всё готово до мелочей. Отточен и регламент. За всем происходящим в аудиториях следят не только члены комиссии и наблюдатели. Процесс фиксируют и видеокамеры. Определённый порядок уже традиционный в отношении заданий. Все материалы до последнего засекречены. Экзамен начинается в 10.00, в 9.30. На станции авторизации был скачан ключ доступа к экзаменационным материалам по защищённому каналу. Ключ доступа на флешках разнесён по аудиториям и активирован с помощью токена члена ГЭК. Соответственно, станции печати готовы к работе. В 10.00 на них можно начинать работать. Печатать экзаменационные материалы, контрольно-измерительные. Приятное нововведение, кстати, коснулось учителей, которые участвуют в проведении единого госэкзамена. Речь идёт о заслуженной оплате рабочего времени. В этом году все педагогические работники, которые принимают участие в организации проведения экзамена, получают оплату за свою работу в качестве тех должностей, которые они выполняют в пункте проведения экзамена. За счёт средств областного бюджета. В этом году это впервые. Мы этому несказанно рады. Тем, кто сейчас даёт литературу и географию, особенно расслабляться не приходится. Следующий экзамен намечен уже на 29 мая. Сдавать будут математику, базу и профиль. Полное расписание ЕГЭ можно узнать на официальном сайте регионального министерства образования и молодёжной политики. Сергей Щеплягин, Владимир Гайдай. Время новостей.